Доброго времени суток! С вами Капитал Шоу. Взгляд изнутри и разговоры с компетентными людьми. Как меняется поколение? В какую сторону идет движение? И на что стоит обратить внимание? При каких обстоятельствах возможно пробуждение классового сознания? Все это и многое другое в нашей сегодняшней беседе с Константином Семиным. Поехали! Я думаю, сама молодежь не виновата в том, что она меняется. Как мы помним, точнее многие уже не помнят, но отменить действие этого закона в нашем обществе, так же как нельзя отменить действие закона физики, так и этот закон не вычеркнешь. Просто так общественное бытие определяет общественное сознание. То есть в какой среде молодежь живет и воспитывается, в какой экономической системе она в первую очередь вступает в свои права, вступает в жизнь. Такая в конечном счете будет и школа, такое будет образование, такое будет воспитание. Можно, конечно, сколько угодно кричать, что у нас одни дегенераты теперь растут, которых интересуют исключительно тренды Ютуба, ТикТока, Инстаграма. Девочкам хочется быть моделями, мальчикам хочется быть бандосами, кричать АУЕ или зарабатывать много денег и вертеть всех на известном месте. Но от этого никакого толку не будет, потому что дети таковы, школьники таковы, молодежь такова, какова среда, в которой она воспитывается. Нельзя возложить ответственность. Нас, понимаешь, на протяжении многих лет учили, что человек отвечает сам за себя и только. И в то же время во многих фильмах, в частности в тех, которые снимались в 2000-е и в 90-е, был такой бандитский знаменитый фильм «Бумер». Рефреном произносилась одна фраза «Не мы такие, жизнь такая». То есть с человека снималось ответственность за то, что он делает, за то, что с ним происходит, потому что такая сволочная вокруг него жизнь. Но в этом отчасти есть правда. И дети становятся такими, и люди становятся такими, и молодежь становится такой, потому что... А какие другие примеры ее окружают? Что, разве родители сегодняшние родители, это даже, как я теперь выяснил, это ведь даже не моего возраста люди. Это люди меня младше. Я не самый старый человек, но это люди меня младше, на 10 уже 15 лет, и у них появляются дети. И эти дети со своих родителей копируют модели поведения, лексику, устремление. То, о чем за обеденным или столом, или за ужином говорят родители, тоже приходит в жизнь детей. И поэтому, еще раз, виноваты не дети, виноваты не молодежь. Виноваты сама система общественных отношений, которая делает человека, человеку врагом. Когда нас с детства родители, привыкшие жить в этой системе, учат тому, что ты должен толкаться локтями, грызть зубами, рвать когтями. В противном случае затопчат, ограбят, уничтожат тебя. Если ты хочешь выжить, ты должен привыкнуть питаться человеческой кровью. Учат этому с младенчества. И всем своим примером родители учат. То в конечном счете получаются и такие дети. Для детей это становится нормальным. Нет других примеров для подражания. Никто не объясняет, что если все так будут себя вести, то в конечном счете погибнут тоже все. Есть модель тонущего корабля. Если на этом корабле начинают доминировать, главенствовать животные инстинкты, если каждый начинает сражаться за себя исключительно, то в конечном счете не спасается никто. Но коллектив, общество осознать это не в состоянии. Это могут понять только избранные единицы. Но не избранные в каком-то там возвышенном смысле, что они чем-то отличаются в лучшую сторону от других. Но все сразу это понять не могут. Только когда в человеческий социум общества приходит какой-то опасной черте, черте вырождения, черте гибели, к войне какое-то общество приближается. Только тогда становится ясно, что выживание связано с коллективом, со способностью человека не только ради себя жить, но и уступать в чем-то другим, действовать в общих интересах. В конечном счете становится ясно, что двое делают больше, чем один. Что трое делают больше, чем двое. Что 20 человек в состоянии сделать больше, изменить больше в жизни, чем один человек. Это понятно даже в самых депрессивных районах, где формируются там, не знаю, какие-то банды, преступные сообщества и так далее. Это все извращенный пример, но люди подсознательно, каким-то подноготным чутьем, подкожным, чувствуют, что коллектив это все-таки больше, чем одиночка, чем единица. Другое дело, что коллективы сегодняшние в этой вот живодерской системе, поскольку мы живем в джунглях, эти коллективы все носят исключительно такой бандитский характер. То есть коллектив появляется для того, чтобы было удобнее грабить. Коллектив появляется для того, чтобы было удобнее разрушать, продавать, вывозить на продажу что-нибудь, распиливать остатки производства. Такие коллективы. Но коллектив может действовать и в противоположном направлении. Коллектив может обеспечивать себя работой. Коллектив может изучать науку, совершать открытия в науке. Коллектив может отправить человека в космос, как показывали наши бабушки и дедушки предыдущие поколения. И вот до тех пор, пока в нашем обществе не начнут доминировать вот эти вот коллективистские устремления, до тех пор, пока люди не очнутся и не поймут, что дорога, по которой они идут сейчас, молодые люди в том числе, это дорога в пропасть, мы будем наблюдать вот эту деградацию. Она в одинаковой степени тревожит, расстраивает и молодых, таких как ты, людей, и людей уже средних лет, таких как я, и тех, кто видел Советский Союз, помнит, Советский Союз вышел из моды сегодня, кого называют совками, старомодными людьми, но тем не менее, они помнят, как было в нашей стране по-другому. И они тоже с ужасом смотрят за тем, что происходит сейчас. Разве вот организаторы всей этой вакханалии, да, те, кто пропихивает такие идеи, они не понимают, что в итоге, как вы сказали, вымрут все, в том числе и они? Ты знаешь, иногда не понимают. Удобно всегда за каждым процессом, за каждым явлением видеть какого-то хитрого манипулятора, заговорщика, который взял и подсадил народ на наркотики, подсадил народ на алкоголь, и не понимает, что завтра его ребенок выйдет во двор, и ему пырнет в спину ножом такой же наркоман или такой же какой-нибудь бедный несчастный человек, которого толкнет жизнь на тропу преступности. То есть нельзя запереться в золотой клетке и построить себе такой маленький райок, в котором тебя бы не касалось то, что происходит в обществе. Нельзя жить в обществе и быть свободным от общества, говорили еще лет так сто назад кое-какие люди. Вот, так что изолировать себя от гибнущего Титаника невозможно. Можно супер дорогими материалами отремонтировать кабину, поставить бронированную дверь, но корабль будет тонуть вместе с тобой. Вот в чем фокус. И нередко, ты спрашивал, понимают или не понимают. Нередко они не понимают. Посмотри на все кладбища, забитые авторитетами, бандитами там в 90-е годы. Эти люди думали, что им всем казалось, что они схватят птицу счастья за хвост, что именно им улыбнется удача. Вот соседа похоронят раньше. Умри ты сегодня, а я завтра. Таким был лозунг капитализма. Но в конечном счете это приводит к тому, что умирают все. И нету тех, кому удается очень долго держаться на этом Олимпе. Рано или поздно он сваливается оттуда и его раздирают на части толпы голодных. Вот. Так что иллюзия. То есть что происходит? Люди глупеют, сознание деградирует. И в какой-то момент они уже теряют способность осознавать, чем это все закончится, в том числе и для них. В них остается только один инстинкт. Желание выжить сегодня-сейчас, в течение нескольких там суток. Грабить сегодня-сейчас. Даже каждый из тех, кому завидуют вот эти олигархи в списке Forbes, находящиеся люди, те, кто не должен работать вообще, летает там на собственных самолетах, в действительности они живут в постоянном страхе перед утратой своего господствующего положения. Потому что им страшно. Они же ничего не умеют делать. Если они с этого золотого Олимпа свалятся вниз, их, во-первых, растопчут точно такие же, как они, потому что там жесточайший отбор. Им страшно оказаться слабыми. А во-вторых, с ними поквитаются те, кто снизу смотрел на них с вожделением. И каждого падшего такого вчерашнего миллиардера, олигарха, готовый разорвать на куски. Поэтому нет, многие из них не осознают, не понимают. Это чем-то похоже на вирус. Если общество поражено вирусом, оно не в состоянии оглянуться на себя со стороны и понять, что оно больно. Но в то же время в каждом таком пораженном обществе существуют антитела. Существуют люди, которые осознают болезнь, понимают масштаб происходящего, трагедию происходящего и стараются сопротивляться этому, и стараются бороться с инфекцией. И вот мне кажется, что важно, поскольку мы не можем мечтать сейчас о том, чтобы общество мгновенно выздоровело, чтобы оно очистилось. Увы, это неосуществимо по мгновению волшебной палочки. Но мы можем бороться за антитела, мы можем бороться за иммунитет общества. Это неблагодарная, долгая работа, результатов которой мы можем не увидеть при жизни. Но именно таков путь выздоровления. То есть нужно умножать, увеличивать количество тех, таких вот молодых людей в глубинке, далеко от столиц. Тех, кто, может быть, иногда чувствует себя совершенно одиноким, у кого иногда опускаются руки от безысходности, от безнадёги. Надо, чтобы таких становилось больше, чтобы эти люди друг друга видели и знали, чтобы они помогали друг другу выживать и бороться. Именно так, когда-то, много лет назад, в нашей стране произошли вот эти вот эпохальные перемены, которые сделали возможным массовое образование всеобщее, бесплатное здравоохранение для всех, науку, десятки и сотни научных институтов. В конечном счёте, именно эти люди водрузили красный флаг над Рейхстагом и вывели человечество в космос. Вот такие вот самоотверженные люди, сгоравшие ради других, жившие не ради себя. Вот так мне кажется. А вот если взять, например, государство, оно же, даже вот крупная буржузия, которая стоит у нас во главе государства, оно же, по идее, заинтересовано в том, чтобы государство, ну, оставалось, так сказать, в сохранности и в целостности. Но тут же мы параллельно видим, что тот же, вот у нас Дмитрий Киселёв пропагандирует на федеральном канале то, что нужно ставить памятники Краснову, Колчаку. И как вот этот вот диссонанс укладывается у них? С одной стороны, они гордятся достижениями советских времён. С другой стороны, они восхваляют данных персонажей. Ну, ты знаешь, мне кажется, что мы не должны вообще, в принципе, удивляться этим диссонансам. Вся буржуазная власть всегда состоит из противоречий, из диссонансов. Там ничего однородного нет. Как капиталисты грызутся друг с другом из-за разных там дивидендов, прибыли, рынков, это же и есть диссонанс. И главная проблема капитализма заключается именно в этом. Там не может быть гармоничного развития в интересах большинства. Там может быть только постоянная грызня. И вот противоречие, о котором ты сказал, что с одной стороны, они получили унаследованную от Советского Союза инфраструктуру, экономическую предприятие, которое они приватизировали. Их же строил весь народ. То есть огромное количество труда, затраченного на протяжении десятилетий, было присвоено горской сегодняшних богатеев. Тех, кто ходит к Путину на заседание РСПП и печатается в журнале Forbes. С одной стороны, норникель, а с другой стороны, никто из них не хочет потратить копейки для того, чтобы построить герметичные, допустим, топливные хранилища на Таймыре. И происходит разлив топлива. То есть, с одной стороны, хочется грабить и иметь то, что было украдено. А с другой стороны, не хочется сделать ничего для того, чтобы это дело хоть сколько-нибудь надежно работало. Это противоречие. То же самое касается и примера, который ты привел. С одной стороны, хочется пользоваться наследием Советского Союза. А с другой стороны, хочется избавиться от наследия Советского Союза такого обременения, как, например, пенсионный возраст в 60 лет. Или обязательно, не обязательно, а доступная бесплатная медицина. Или обязательно образование бесплатное для всех. Это же обременительно для капиталиста. Он этот балласт со своих плеч пытается скинуть. И вот такое противоречие. Что-то от советского времени удобно. Например, удобно защищать память о Великой Отечественной войне. Но почему? Потому что в результате победы советского народа и Красной Армии была учреждена Организация Объединенных Наций. В которой нашей буржуазии унаследовано кресло в Совете Безопасности. И поэтому, если у нашей буржуазии кто-нибудь пытается отнять наорильский никель, то это кресло удобным оказывается. В нем можно кричать, что не трогайте наше отечество, не трогайте наши национальные интересы. И вот так вот все вокруг. Но, то есть, это напоминает человека, который одновременно пользуется каким-то приспособлением для того, чтобы рубить дрова или заготавливать что-то по дому. А с другой стороны, наносит себе увечья с одинаковым успехом и с одинаковой энергией. То, что предлагается ставить памятники Краснову и возвеличиваются герои монархической дореволюционной России, это тоже объясняется просто. Ведь советская-то Россия была построена на другом принципе. На том, что ни у кого наорильский никель в частном кармане не находился. На том, что это было общим. В первую очередь, там не квартиры и не жены были общими в советское время, а были общими средства производства. То есть, крупные предприятия, где можно зарабатывать что-то. Где сегодня капиталисты извлекают прибыль. Вот. И с одной стороны, это все хорошо иметь, а с другой стороны, нужно придумать какую-то идею, которая бы оправдывала, почему это принадлежит Потанину, почему это принадлежит Мордашову, почему это принадлежит Дерипаске или Лисину, или Ротенбергу, или кому-то другому из сегодняшних богатейших людей России. И единственной идеологией, подходящей оказывается, вот это вот самое белогвардейство. Что, дескать, мы все любим отечество, но больше всего пряников и коврижек достается наиболее предприимчивым, успешным и богатым из нас. Как было при батюшке-царе. Отсюда, в общем, рукой подать до возрождения классовой системы, сословий и чуть ли не крепостного права. Но большинству населения это, конечно же, не близко. И хотя у нас народ терпеливый и может, промолчав, проглотить даже памятник Краснову, все равно бесконечно это делать не получится. То есть нельзя одной рукой бороться с реабилитацией нацизма на Украине, предположим, а другой разрушать памятники советской эпохи у себя дома и ставить на их место памятники коллаборационистам. Вешать доски Маннергейму или ставить памятники Краснову. Это бесконечно делать невозможно. Это противоречие. И это шизофрения. Эта шизофрения может продолжаться год, может продолжаться даже 30 лет, даже 40, наверное, лет. Может продолжаться, но чем позже она закончится, тем больше и катастрофой она закончится. Не могу не спросить, как вы считаете, с какой целью был построен в Екатеринбурге Ельцин-центр и какую он идеологическую подоплеку несет? А мне кажется, что его строили примерно с такой же целью, с какой большевики строили мавзолеи. Большевикам казалось, что таким образом можно законсервировать эпоху. И было зачем это консервировать? Потому что многие люди по-настоящему, те, которые, по крайней мере, застали Ленина, ведь это же не поддельные фотографии, когда с ним прощались и когда в зимний этот морозный ледяной день тысячи людей выходили на улицу и не штыками выгоняли. То есть многим действительно эта личность была дорога. Как, впрочем, и личность Сталина. Это тоже никто не возьмется из историков отрицать. Но законсервировать эпоху невозможно на самом деле. А сегодняшнюю хочется законсервировать антисоветскую эпоху с ее достижениями. И поэтому на стене Ельцин-центра, я специально туда заходил и именно на это обратил внимание, на стене Ельцин-центра висит такой здоровенный список корпораций, компаний, возникших благодаря Ельцину, которые профинансировали строительство этого самого Ельцин-центра, его открытие и поддерживание. Он же убыточный, он же не приносит абсолютно ничего. А это огромный комплекс, который сжирает так просто любому человеку, который с коммуналкой сталкивался, сжирает огромное количество денег на отопление, кондиционирование, водоснабжение и так далее. Короче, они продолжают все это оплачивать. Почему? С их точки зрения это такая колба, в которой хранится Кощеево яйцо, игло, я не знаю. В общем, это их система. Они хотели бы ее таким образом сберечь. Но беда в том, что сколько бы они ни строили этих Ельцин-центров или Солженицин-центров, это не приживается. Вот есть как бы в агротехнике такой принцип проионирования. Есть сорта растений, деревьев, например, которые в определенных почвах просто не приживаются. Сколько ты их там не поливай, сколько там перегноя сверху на них не насыпай или удобрений, не приживается такое растение. Вот на нашей почве их идея построения общества человеческого по принципу джунглей, она не приживается. Народ не принимает это. Он не хочет жить в такой системе. Он либо выбирает пьянство и уходит в отрицалово, в преступность, во все что угодно, только бы не принять это. Либо он просто вымирает, просто уходит на тот свет. И рано или поздно эта система окажется у края. Когда некому будет работать, сколько ты ни завози гастарбайтеров, все равно не поможет. Когда некому будет обслуживать сложные технические системы, унаследованные от советской эпохи. Некому будет разрабатывать даже какие-то элементарные программы для поддержания жизнедеятельности этих технических механизмов, технологических механизмов. Вот такую печальную перспективу я вижу для Ельцин-центра. Так что, как бы они его хорошо сейчас не финансировали, сколько бы там ни получали сотрудники, и как бы красиво и дорого ни было внутри, ясно, что недолго просуществует этот музей. Рано или поздно он обрушится сам по себе, потому что почва расползается под ним. Как разбудить в молодежи классовое сознание? Именно классовое, чтобы они понимали именно механику тех или иных процессов и начинали мыслить критически. Мне кажется, что разбудить, вот как бы вот заразив молодежь, распылить какой-нибудь порошок там или прививки всем поставить, чтобы народ сразу поумнел, это сделать невозможно. Наоборот, если ходить всем пытаться в уши запихнуть то, к чему человек сейчас невосприимчив, это значит настроить народ против себя. Главным воспитателем для молодежи выступает тот же самый капитализм. Просто в нужный момент, когда человека этот капитализм как следует трахнет, а землю, поломав все кости, когда он вышвырнет тебя с работы. Вот сейчас идет, например, серия, за серией появляются на канале «Все работы хороши» у одного известного блогера, у Олега Ассы, примерно из тех же краев, что и вы, ну чуть-чуть, может быть, ближе на запад. Вот, у него появляются все новые и новые расследования о том, как обходятся сотрудниками крупнейшей нашей сети, корпорации, разнообразные пятерочки, магниты, спортмастеры и прочее. Вот, и туда идет молодежь работать, особенно неквалифицированная, особенно там, где других рабочих мест не осталось. И вот люди туда приходят, и начинается их воспитание, начинается школа. Так вот, там, где у человека, после того, как его обманули, ограбили, обчистили, поизмывались над ним, заставили работать по 12 часов в день больным, когда им не давали отпуска или не оплачивали этот отпуск, когда вот все вот эти прелести он почувствует на собственной шкуре, вот важно, чтобы в этот момент он не стал, когда в нем зашевелилось вот это вот сознание, когда у него в голове начал возникать сам собой, без твоего участия, без участия там всякой советской пропаганды, у него начал возникать вопрос, а что это происходит и почему же это происходит со мной? Вот в этот момент кто-то должен оказаться рядом и сказать, брат, я прошел через то же самое. Так же, как и ты, я думал, что все беды в нашей стране, потому что у нас нет правильного царя, или от того, что мы все ислам не исповедуем, или от того, что у нас, допустим, нет транспарентных судов и рыночной либеральной демократии, что у нас мало партий. А оказывается, это все дело не в этом. Оказывается, что нас просто обворовывают, что тебя превратили в раба, и ты не осознаешь себя рабом. Задумайся, брат, посмотри вот сюда, и тут же все как дважды два, просто посмотри. Не верь всяким разным колдунам, не верь всяким психотерапевтам и экстрасенсам. Не в тебе. У нас очень многим сейчас внушают идею, что все проблемы в тебе. Если у тебя выгнали с работы, тебя ограбили, у тебя там не получилось, ты не можешь выплатить ипотеку, у тебя отобрали автомобиль и еще завтра отберут детей, то виноват в этом ты. Нам все психологи, вот каких только на ютубе не найдешь, обязательно будет этот психолог тебя уверять, что покопайся в себе поглубже. Если ты еще не миллиардер, то причина исключительно в том, что ты плохо в себе копался. Покопайся в себе еще сильнее. Что ты еще не сделал? На какую еще изнанку ты не вывернулся для того, чтобы стать супер там навороченным миллионером? А дело-то не в этом. Надо перестать копаться в себе, не снимая с себя ответственности. Конечно, ты должен работать над собой, ты должен быть физически крепким, должен быть здоровым, ты не должен употреблять наркотики и алкоголь, ты должен быть готов к боям, к сражениям за светлое будущее человечества или хотя бы просто за человеческое будущее тех, кто тебя окружает. Но причина все-таки не в тебе, а в тех обстоятельствах, которые вокруг тебя сложились и которые необходимо изменить для того, чтобы люди смогли избавиться от этого проклятия, деградации, разрушения, вырождения. Невозможно не видеть в глубинке, невозможно там, где вы находитесь. Я тоже много очень видел в разных регионах, далеких от Москвы. Невозможно не видеть трупные пятна этого разложения, этой деградации. Вчера стоял еще завод, сегодня нет завода. Вчера была деревня, сегодня нет деревни. Вчера был колхоз и слышались детские голоса, и ходили дети в школу, а сегодня руины. Нужно быть слепым, чтобы это не видеть. И это же не остановится, это же расползается, происходит запустынивание, вымирание всего. Если ты как бы сын своего отечества и тебе это отечество дорого, так ты должен стать на пути этого вырождения. И это нужно объяснять каждому, просто не каждый это не сразу в состоянии понять. Нельзя подскочить к человеку с ведром кипятка, вылить на него, потом сказать, ну теперь ты понял, пошли, типа там, нет, так не получится. Это нужно быть очень чутким, очень аккуратным. Я часто привожу в качестве примера успешной пропагандистской работы, то, как вел себя персонаж по фамилии Штокмана, стих Вадона, пришедший в абсолютно неготовую к таким вот разговорам казачью станицу, где люди там университетов не кончали, не на литературном языке разговаривали, и тем не менее он создает кружок, он создает клуб, начинают подтягиваться люди, они говорят за жизнь, за царя там, за политику, за войну, за все остальное. Начинают перетирать и потихонечку, потихонечку выруливать на это понимание. Надеяться на то, что люди вот прямо вот ударятся оземь и станут моментально все очень умными, невозможно. Это нереально. Нельзя ставить перед собой нереалистичных задач. Глупо, конечно, наверное, делать какие-то прогнозы, но все же хотелось бы напоследок спросить, как вы считаете, на каком этапе классовой борьбы сейчас находится наше общество, и каковы на данном этапе тоже успехи и пролетариата? Успехи у нас не очень, чтобы большие, но я призвал бы всех смотреть на то, что происходит с нами чуть более, что ли, в чуть более широком ракурсе. Понимать, что наш пролетариат – это часть большого-большого всемирного пролетариата. А ведь на самом деле ничего, что нас окружает, вот ваша студия, где вы сейчас записываетесь, в ней куча приборов, произведенных не у вас. Правильно? И нефть и газ, которые добываются где-нибудь в северных регионах нашей страны, их потребителями оказываются уже давным-давно. Их потребителями являются люди, которых вы в глаза не увидите никогда. Верно? Поэтому глобальный рынок трудовых ресурсов, сырьевых ресурсов и продукции, рынок товаров делает нас неотъемлемой частью вот этой мировой системы капиталистических отношений. И то, что происходит с нами, нельзя рассматривать отдельно от того, что происходит сейчас с американцами, от того, что происходит сейчас с французами, от того, что происходит с китайцами, с иранцами и с кем угодно еще. Нужно чувствовать себя... Просто нужно понимать, что в мире гораздо в большей степени, чем, скажем, в начале 20 века, разворачивается вот эта вот невидимая борьба между теми, кто владеет, и теми, кто продает свой труд. И нужно осознать, где твое персональное место в этой борьбе, на какой стороне. Нельзя оказаться посередине, никто посередине не окажется. Рано или поздно свое место придется занять всем. Ну, а что касается непосредственно нашего клочка суши, что здесь происходит? С одной стороны, происходит довольно унылая история, потому что наши капиталисты, они по сравнению с капиталистами крупными, иностранными, вроде Джеффа Безоса, вроде какого-нибудь Уоррена Баффета или Билла Гейтса. Наши капиталисты довольно слабенькие, дохленькие и беззубые. Они только своих работников могут грызть, а на внешних рынках их все время пинками отовсюду гонят. Вот, и поэтому капитализм в нашей стране имеет характер довольно убогий. В связи с этим сокращается количество рабочих, профессий, сокращается, деградирует производительные силы и производственные отношения. Во многих областях мы откатываемся чуть ли не в XIX век. Там, где вчера стояло предприятие, сегодня лошадка с бараной ходит. И какой-нибудь Ерман Стерлигов продает модный сыр или модный хлеб. А вчера тут, извините меня, холоднокатанный прокат производили, допустим. Или крупнотоварное производство колхозное было. А теперь вот хлебушек из Средневековья. То есть, с одной стороны, мы на всех парах мчимся назад по спирали истории. А с другой стороны, в стране огромное количество людей наемного труда. Пусть не всегда они на предприятиях работают. Но, тем не менее, все, чем сегодня гордится этот самый российский капитализм, от Крымского моста до нефтепровода, газопровода силы Сибири в Китай, все это построено руками наемных рабочих. Это целые армии. И вот в последние месяцы ты говоришь о том, как я оцениваю происходящее. Плохо или хорошо? В последние месяцы эти люди начинают заявлять о том, что они недовольны. И мы все чаще видим это. Плюс еще добавилась история с пандемией, с вирусом. Плюс добавился экономический кризис, вошедший в острую фазу. Вот. И вот этот самый экономический кризис, он, конечно, не оставит в покое никаких капиталистов. Ни американских, ни бразильских, ни наших. Он им здорово жизнь испортит. И, соответственно, те люди, которые думали, что им удастся отсидеться, что они как-нибудь уж свою ипотечку, свою машинку, кредит за нее выплатят, они теперь будут брошены в ледяную воду экономического кризиса. И они будут обречены барахтаться, ногами долбить. И те люди, которые вчера были молчаливыми, завтра обретут голос. И начнут говорить в полный рост, в полный голос. И это уже происходит сейчас. И в нашей стране это тоже происходит. И вот задача, вот забастовка курьера в Delivery Club, например, в Москве случилась, когда людей почти полгода на них ездили. И тут они вдруг сказали, что мы тоже люди. Вы не имеете права вытирать о нас ноги. И вот чем больше такого вы не имеете права, мы тоже люди, будет звучать по стране, тем больше шансов на то, что мы однажды увидим другую страну. Просто важно, чтобы эти голоса были неизолированными. Важно, чтобы эти люди находили друг с другом связь. Чтобы они слышали, что где-то крикнули, а вот там аукнулось. Где-то люди вышли на борьбу, а тут же им со всей страны начала приходить помощь. Чтобы они понимали, что они не одиноки. Что они часть вот этого большого движения. Пока в масштабах страны, но впоследствии неминуемо обязательно международного движения. Еще тогда один вопрос буквально про Хабаровский край. Сейчас происходят всем известные митинги за Фургала. Я, конечно же, понимаю, что это тот же самый буржуазный губернатор, тот же бандюк. Но вот как тоже народ это воспринимает? Это какие-то объективные предпосылки к этому шли? Что народ так массово вышел именно на улицы? Либо они искренне верят, что он реально выступал в интересах, так сказать? Я думаю, что... Нет, конечно, ни в чьих интересах не выступал. И не думаю, что многие из тех, что... Людей, что его поддержат, осознают там какие-то интересы пролетариата. Или вообще такими категориями мыслят. Я думаю, что это в первую очередь митинги не за Фургала, а против Москвы. Потому что Москва достала. И вот это вот настроение Москва, мне кажется, совершенно не считывает. Она не понимает, что это не за конкретного человека. Это против. Против политики ограбления регионов центром. Унижения регионов. Потому что он стал катализатором, да? Да, да. Но Кремль думает, что и вот буржуазная наша клика, верхушка, думает, что они пересидят и эту вспышку. Перетерпят. Потому что они видели, как на Дальнем Востоке, то по одному, то по другому поводу народ собирался на площадях. И что? Вот вам Кожемяка или как там его зовут? В Ингушетии народ что-то бузил. Во Владикавказе бузил. Стерпится, слюбится их точка зрения. Им кажется, что вот, мне кажется, я вижу в этом гораздо более опасную историю. Потому что это не просто усталость людей. Это в первую очередь конфликт региональной местечковой элиты. То есть местных олигархов. То есть когда всеобщее относительно нефтяное влагоденствие и всем хватает подножного корма и крупным олигархам, корпорациям из Москвы и мелким барыгам и капиталистам на местах, то можно делать вид, что у нас все хорошо и мы все одинаковые патриоты. Все в единой России, все в ОДПР, как-нибудь так. А вот когда начинает заканчиваться табачок для всех, тогда начинаются противоречия между местными кланами и федеральными или столичными кланами. И можно затушить Хабаровск, можно перетерпеть и разогнать, но противоречия эти никуда не денутся. И сегодня они в Хабаровске, а завтра они, допустим, в Башкирии, а послезавтра они в Татарстане и на Кавказе. Там везде есть свои капиталисты и все хотят есть. И все хотят. Вот ты получал с какого-нибудь Татнефтьоргсинтеза, получал свою мзду, свою копеечку, а тут раз и цены на нефть обвалились и продукты нефтехимии оказались не нужны. Но ты-то привык получать, у тебя пищевая цепочка от твоего клана семейного, от твоей-то маленькой конторки. Ого-го, сколько народу кормится. И они все готовы, привыкли, вот, получать, получать, получать. А сегодня раз и нечего получать. И у Кремля нет такого количества сосцов, чтобы всех накормить. Наоборот, Кремль привык доить, высасывать все, человеческий капитал, материальный капитал и так далее. Вот, и поэтому сегодня Хабаровска, завтра будет везде. И вот это очень опасно, потому что сегодняшняя модель, та, которую проповедуют с федерального телевизора, вспоминая иногда то Краснова, то Деникина, модель, что у нас типа неделимая Россия, но при этом есть люди бесправные, а есть право имеющие. Вот эта модель может закончиться только катастрофой, может закончиться только дракой между большими и маленькими денежными мешками. А заложниками в этой драке окажутся простые люди, в том числе те, которые вышли сейчас митинговать за фургалы. Их, как пушечное мясо, толкнут вперед. Ровно та же самая история произошла на Украине, когда украинский капитал сцепился с российским капиталом за контроль над предприятиями. Этого просто никто не вспоминает сейчас, но подлинной причиной того, что в конечном счете закончилась Майданом, была драка капиталистов. А народ использовали с обеих сторон. И вот закончилось чем. Так у нас внутри нашей страны, своих собственных Украин, не один десяток. Своих собственных мелкопоместных баронов, сидящих на финансовых потоках, на золоте, на рыбе Каспийской, на какой-нибудь нефти, на экспорте какого-нибудь металлолома в Китай. Нас таких мелких куча. И они готовы сидеть тихо, когда у них есть деньги. А вот когда у них деньги заканчиваются, они перестают сидеть тихо. И вот тут начинаются разборки, которые, конечно, не ограничатся одним каким-то регионом и точно не успокоятся после серии демонстраций в Хабаровске. Что ж, спасибо большое, Константин Викторович. Для меня была большая честь с вами пообщаться. Надеюсь, когда-то мы встретимся, все-таки надеюсь, очно. Хорошо, будем надеяться. Спасибо большое. А на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, пишите комментарии и делитесь этим видео с друзьями. И помните, единица вздор, единица ноль. До новых встреч.